Добрый день мои хорошие. Сегодня я расскажу об одном издевательстве, которое организовала и до сих пор ведет даже в страстную неделю со мной Ивановской епархии. Это издевательство не выдачи мне трудовой книжки, которая была мною в свое время по указу епископа сдана в подразделении Ивановской епархии в приход успений Пресвятой Богородицы. Выпустив указ о запрещении меня в служении в 2009 году 17 октября, епископ Иосиф Иванов-Вознесенский-Кенешенский не сделал никаких законодательных записей в трудовую книжку и не решил какой же статус у меня на самом деле в епархии. Или я уволен, или я за штатный клирик, который служит. Я не знаю. Трудовую книжку мне не выдавали. Служение меня лишили. Право зарабатывать на жизнь, кусок хлеба иметь меня тоже лишили. Я в тот же день, когда вышел указ, спросил у секретаря и у юриста епархии, что мне делать с трудовой книжкой, куда я должен идти, чтобы мне ее выдали. Мнения были очень разные. Есть записи, кстати, всех мнений и аудиозаписи. Что возьми сам, значит, ты еще и не уволен, ты за штатный клирик должен здесь находиться. Вот. И мнение, что действительно нужно какую-то запись сделать. Тем не менее, в течение двух лет, я пытаюсь уже больше двух лет, два с половиной года, я пытаюсь получить эту книжку. Писал и епископу письма, писал в суд епархиальный письма, писал в патриархию письма о том, чтобы мне выдали трудовую книжку. Никто мне ее так и не выдает. Без книжки я не могу не встать на бирже труда, а у нас в деревне больше негде заработок получать, не получить заграничный паспорт. Я пошел, решил выправить себе такой, мне сказали, давай трудовую книжку. При устройстве на другую работу у меня теряется весь стаж, который больше 30 лет, честный и хороший стаж в этой книжке имелся. Поэтому, отчаявшись что-либо получить от епархии, я решил принять законные меры, которые прописаны в трудовом законодательстве, которые прописаны в Уставе Русской Православной Церкви, которые прописаны в Конституции России. Я подал в суд на епископа Иванова Вознесенского-Кенишенского, чтобы он мне эту книжку выдал. Конечно, с соответствующими записей. Вчера состоялось первое заседание такого суда. Надо сказать, что это скорее издевка, а не заседание. Епископ, конечно, сам не явился. Прислали то ли представителям, то ли не знаю кем, значит, священника, который ничего не понимает не в церковном законодательстве, так как даже не читал Устава Русской Православной Церкви, как я понимаю. И уж тем более ничего не понимает в светском законодательстве. Ниже здесь я помещаю ссылку на звуковой файл этого суда. Конечно, не для слабонервных. Поэтому то, что вы там услышите, я не предлагаю комментировать, потому что это и не комментируется, и понять это сложно, что это такое. Единственное, что я понял, что судья, договорившись с этим священником и, по-видимому, по указу областного суда, там прямо в записи и есть ее слова, что я с областным судом консультировался, взяла у этого священника книжку, священник Иудин Игорь, протеерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы. Книжка, оказалось, в этом приходе до сих пор находится. Взяла у него прямо на суде книжку и решила мне ее вручить. Я на книжку посмотрел, никаких записей в ней нет, никаких, значит, признаков того, а какое же мое сейчас положение в епархии, в ней тоже нет. И я, естественно, отказался принять ее у суда, тем более в заявлении моем было написано, что прошу обязать епископа выдать мне трудовую книжку, и тогда бы он все записи обязан был внести по Трудовому кодексу, а суд я не просил самостоятельно выдавать эти записи. Ну, в ходе горячих прений, как вы услышите в звуковом файле, судья приняла разумное решение, что книжку пока не выдавать, в ней нужно разобраться со всеми записями, которые там есть. Там даже как бы вышла версия, что там какие-то недействительные записи, хотя я проверил, все там действительно, все правильно. Ну, и после того, как, значит, все это было решено, перенесли суд на 11 мая. Поэтому, дорогие мои, я буду продолжать эту деятельность, и прежде всего я хочу сказать так. Я это делаю не только для себя. У нас во всей церкви сейчас такое положение, что тот, кто приходит сюда служить, я уж не говорю, что он бесправен, я говорю, что он еще и не оформлен толком никак. Трудовые книжки не оформляются, трудовые договора не оформляются. Увольнение, тем более, если оно запрещением или еще каким-то, вообще никак не оформляется. Человек просто выкинутый оказывается за борт в церкви, не получив должного, государственного, определенного конституции, определенного законодательства положения в этом обществе. Поэтому я постараюсь довести дело до конца, вас информировать о том, как же оно будет доведено до конца. И на примере вот этих безобразий Ивановской епархии мы с вами давайте посмотрим, как же действительно должно быть на самом деле все это сделано. Надеюсь, что государственные органы, тот же суд, и если не этот, то последующие суды последуют законодательству и примут правильные решения, которые для всех у нас в государстве одинаковые. Делать вид, что кто-то в государстве не подчиняется конституции или каким-то законам, я думаю, это опасно для самой церкви. Для самой церкви прежде всего, а потом уж для государства. Спасибо вам за внимание, что вы досмотрели до конца этот ролик. И да благословит вас Господь. Аминь.